В 12-м году полуживой таганрогский автозавод вдруг выкатил новинку – модель Аквила. В основе этого четырехдверного фастбека лежал стальной трубчатый каркас, на который навешивались пластиковые панели кузова. Но до полной остановки Тагас успел собрать лишь несколько десятков машин. В 16-м году пластиковое чудо неожиданно воскресло во Франции. Там семья Михаила Парамонова, бывшего владельца автомобильной империи, основала фирму MPM Motors, а Аквила возродилась под свежим брендом. Сначала модель стала называться PS-160, а затем Aerolis. Автомобиль делали небольшими тиражами на заводике под Парижем. Известно, что всего клиентам передали чуть больше тысячи экземпляров, часть из которых оснащена атмосферными движками Mitsubishi, а свежие вариации имели под капотом французские турбомоторы. Но теперь всё кончено. Как стало известно из заявления самого производителя, в следующем марте начнётся процедура ликвидации MPM Motors, и имущество фирмы будет продано на аукционах по банкротству. Впрочем, владельца фастбеков призывают не волноваться, обещая сохранить необходимый объём деталей для будущих ремонтов. И продолжая тему неудач. Концерн General Motors и стартап Nikola Corporation подписали новый меморандум, приговорив поставки водородных топливных элементов для магистральных тягачей Николы. А вот пикап Nikola Bajor, который должен был быть первой легковой моделью, в документе не упомянут. Запуск этой водородной модели Никола не потянула и сворачивает проект. Тем, кто успел внести предоплату, компания обещает вернуть деньги, если таковые найдутся. Дело в том, что переподписывать меморандум пришлось на фоне скандала. В сентябре американские трейдеры из Hindenburg Research назвали Николу мыльным пузырём с несуществующими активами, её создателей – мошенниками, а прототип грузовика уличили в неспособности передвигаться на водороде. Глава Николы Тревор Милтон отверг обвинение, но был вынужден подать в отставку. А как же тогда заявленное партнёрство с GM? Всё просто – меморандум – лишь протокол о намерениях, из которого может не вырасти ничего путного. Притом представители концерна заранее готовы к такому развитию событий. Ведь поставки аккумуляторов General Motors будет обсуждать только после того, как Никола расплатится за всё остальное.